Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля — привести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я хочу поговорить на такую тему, кто такая женщина. Ну, конечно же, с точки зрения не даже мужчины, и не даже как пастора, а с точки зрения Бога. Потому что кто я такой, чтобы говорить, кто такая женщина? Нет, я, конечно, знаю, я могу что-то сказать от себя. Но, вы знаете, так много в этом мире все перевернуто с ног на голову. И поэтому многие люди, они не знают, на самом деле, какие они должны быть, какой должен быть мужчина, какая должна быть женщина. Потому что то, что нас сформировало, то, что на нас влияло, зачастую было так далеко от Божьего оригинального плана, что нам нужно как бы сначала все начинать. Нам нужно вернуться к Богу, вернуться к Творцу, вернуться к Его первоначальному плану, чтобы понять, а кто же мы такие? Кто мы такие? Кто такие мужчины? И кто такие женщины? И сегодня мы будем об этом говорить, потому что я понимаю много разных проблем, которые накапливаются в семьях, в отношениях. Они, прежде всего, происходят из-за непонимания Божьего образа и в мужчине, и в женщине. Непонимания роли, предназначения вообще. Зачем Богу это надо было сделать? Зачем? Ну, сделали бы кого-то, не знаю, кого бы Бог мог сделать. Но, вы знаете, Он сделал и мужчину, создал и женщину. И мужчину, и женщину. Поэтому обычно, исторически так, ну, всегда складывалось, что мужчины, они доминировали. Мужчины, они все, это мужской мир, это мир все сделан под мужчин, для мужчин, да. И многие женщины, они себя такие чувствовали, как люди второго сорта, как люди, которые просто ими, может быть, пользуются, просто они служат, просто они какие-то как рабы, они что-то там делают. Но я хочу вернуться к истокам, потому что вначале так не было. И нам всегда нужно возвращаться к самому началу. Правда, когда написано в книге Бытие, вначале Бог сотворил небо и землю, Бог сотворил мужчину, сотворил женщину, благословил их. И когда мы возвращаемся к первоначальному плану, и мы молимся и просим, чтобы Дух Святой нам открывал, какой имел план в своем сердце Господь, и почему Он тогда создал именно мужчину, именно женщину, и что Он в этом видел, что Он хотел, потому что Он творец, Он создатель. И создатель, творец лучше всего знает, каким должно быть Его творение. Скажи на это аминь. Слава Богу! И поэтому, возвращаясь к тому, что на протяжении многих тысяч лет все это было исковеркано, все это было... Ой, еще какое слово найти такое слово, помягчиваю, так сказать, выражаясь. Да, но вы знаете, что, когда пришел Иисус Христос, слава Богу, Он сказал, «Я пришел, чтобы исполнилась воля Отца». Аминь. И эта воля, она должна исполниться во всем, потому что вот это непонимание, да, своего предназначения и целей, которые Бог создал мужчину и женщину, оно всегда приводит в тупик человека, оно приводит его к страданиям, оно приводит к горею и так далее, и так далее. Потому что все проблемы пришли, когда человек согрешил, правда, до грехопадения. Мы не читаем, что Адам ругался с Евой, Ева его гоняла по саду со сковородкой там, или там еще какие-то, да, такие вот вещи, которые часто происходят там в семьях, там они орали друг на друга, колотили друг друга и так далее, и так далее. Или Ева его выгнала из сада, говорит, «Иди отсюда, забирай там и выходи отсюда». Мы этого не читаем, этого не было. Поэтому то, что Бог сделал оригинальным, то есть настоящим, вот это оригинальное и настоящее, нам нужно знать. Нам нужно знать и нам нужно понимать. Вот, поэтому сегодня мы будем говорить, и я верю, что Дух Святой нам будет помогать. Хотите ли вы знать об этом? Хотите ли вы вникнуть? Потому что когда мы узнаем, Бог говорит, теперь ты должен меняться, теперь ты должен делать так, как ты слышал, так, как хочет Бог. Вот, и поэтому, конечно, очень важно открыть свое сердце и настроиться на слово и на перемены. Вы знаете, вот сейчас скажу немножко о ролях мужчины и женщины. Ну вот буквально, может быть, еще не так далеко, сто лет назад. Это же недалеко было сто лет назад. Это почти недавно было, да, сто лет назад. Ну, я так примерно, условно говорю. Почему? Потому что сто лет назад вот эти роли были очень четкие, ясные вообще по всему миру, не только в какой-то отдельно взятой стране. То есть мужчина, он такой добытчик, да, он ходит, зарабатывает, обеспечивает, приносит добычу там, или он поймал кого-то, застрелил кого-то, или заработал, я имею в виду, животное какое-то на охоте, рыбы поймал, и он это все как бы несет в дом. И жена это понимает, что он добытчик, что от него все зависит. Вот, поэтому она его принимает, и как бы его авторитет безусловен. И все понятно, что вот это мужчина, вот это женщина, вот это мужчина занимается, женщина сидит дома, и ее территория, допустим, там кухня, ее территория, что еще, спальня, ее территория детская. И вот как бы это те роли, и те границы, в которых люди жили. И вы знаете, многие, конечно, терпели очень много проблем, и многие женщины, они тоже терпели плохое отношение к себе, и насилие, и так далее, и так далее. Но они ничего не могли сделать. Почему? Потому что даже уйти-то было некуда. Куда можно было уйти? Некуда. У тебя нет ни дома, у тебя нет ни работы, у тебя нет ни образования. Потому что в то время, да, большинство женщин, они не работали, у них не было образования. Как бы они вот знали свою роль, и вот эта роль была у них, так сказать, пожизненная. Но история, она движется, да, история движется, и она приносит перемены. И я не буду говорить просто за то, что женщины боролись за свои права. Знаете, это произошло, особенно с развитием и прогресса, и особенно, когда произошли две войны. Сначала Первая мировая война, потом Вторая мировая война. Что случилось? Случилось то, что большинство мужчин, они ушли куда? Они ушли на войну, да, им нужно было воевать. А кто будет делать снаряды? А кто будет делать патроны? А кто будет делать танки? Кто будет... И вы знаете, многие женщины, да, они пошли и стали работать. И они стали производить. И они научились то, что они не умели раньше делать. И это возникло не только в нашей стране, но и в тех странах, которые были задействованы во время этой войны. И вы знаете, интересно, когда мужчины вернулись, оказалось, женщины стали другими. Многие рабочие, мужские места были заняты. И даже многие мужчины остались не у дел, потому что женщины стали там работать. И тут начался такой, знаете, такой перекос идти. В каком смысле перекос? В перекос в том смысле, что роли стали меняться. Потому что если раньше женщина, она полностью зависела от мужчины, то теперь она стала работать, она стала зарабатывать. То есть она имеет возможность жить и самой. И здесь, конечно, вот идеи феминизма, они стали развиваться больше и больше. То есть они дошли до крайности, до того, что мужчины им вообще не нужны. Конечно, они сначала стали сражаться и говорить, что нам нужны равные права, нам нужна равная зарплата, нам нужны равные должности. Потому что если мужчина, например, тракторист, я тоже хочу быть трактористом или трактористкой. Или там разные образы стали. То есть меняться, меняться вот эта вот, вот такая парадигма, она изменилась. И а то и просто женщины, кухня, спальня, детская, она уже стала производственником. Помните известную фигуру? Там рабочий и кто? И колхозница. Колхозница рабочий, значит, с молотком стоит, да, помните? Известная была, в ДНХ стояла это. Но она была подготовлена для какой-то выставки во Франции, по-моему. Но в чем суть? В чем суть? Что женщина уже не с кастрюлей стояла, не со сковородкой она стояла. Она с чем стояла? С черпом, понимаешь? И вот эта вот парадигма, она изменилась и стала меняться в том смысле, что роли поменялись, мышление стало меняться. И, вы знаете, это стало приводить к большим и большим кризисам. Почему? Потому что, когда женщины стали себя чувствовать такими самодостаточными, они стали конкурировать даже с мужчинами. Говорят, а если мужчина может, почему мы не можем? Мы можем все. И вот мы стали видеть, как женщины стали ездить, летать, стрелять. Ну, короче, все те, так сказать, условно-мужские профессии, они стали успешно осваиваться женщинами. И что стало происходить? И стало происходить то, что пришла такая независимость. Независимость. И вот, знаете, это также связано с разводами. Потому что, если посмотреть, сто лет назад разводов почти не было. Почти не было разводов, потому что женщина, она все терпела. Что бы ни было, ей идти некуда, ей жить негде, ей делать нечего. И поэтому они все терпели, все сносили. Говорят, вот раньше не было разводов. А сейчас только разводов стало. Да, потому что женщина стала думать, что я уже другая. Я могу и сама. Я сама могу то. Я сама могу работать. Я сама могу воспитать детей. Я сама. И пошел другой крен, в другую сторону. Что все, даже мужчины не нужны, потому что я сама. Все мужики там козлы, или еще там какая-то есть. Такое вот выражение. И вы знаете, это все было неправильно. Это тоже все неправильно, друзья. Вот поэтому только Бог может нам помочь разобраться, как правильно, а как неправильно. Потому что вот эти вот перегибы, вот это вот желание женщины доказать, это было не от правильного, так сказать, духа. Это был дух соревновательности. И женщины стали соревноваться с мужчинами. И там, и сям, и в спорте, и в работе, и в должностях. Это как бы доказать, доказать, что да, что мы вот такие, мы вот такие, нам мужики вообще не нужны, там, то нам не нужен, этот нам не нужен. И вы знаете, да, много чего поменялось. Много чего поменялось. Если раньше, например, да, действительно, там, девушка или женщина, она такая, ну вот, конечно же, мне нужен там мужчина мой, обеспечитель, мой заступник, мой защитник, так, у меня ничего нет. То сейчас посмотришь, многие так молодые женщины, девушки, у них и квартира есть, оказывается, и машина есть. А зачастую другой половины нет ни машины, ни квартиры, ни денег. И вот этот перекос, знаете, он действительно существует. И порой он даже нарастает. Почему? Потому что мы все видим, что женщины, они более прилежные, они более дисциплинированные, да. И если когда-то их не пускали там по лестнице подниматься служебной, то потом стали говорить, да, давайте, 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 и они пошли, пошли. И обогнали многих мужчин. И мужчины где-то остались сзади. И где-то произошла вообще перемена мест. Потому что некоторые мужчины, они вообще сидят дома, смотрят за детьми, а женщины у них работают. Их женщины достигают там каких-то высот, каких-то должностей. Их зарплата даже намного больше, чем у мужей. Но мы хотим разобраться, как же правильно, что было плохо то и плохо вот это, а как же неплохо? А как же на самом деле должно быть? И поэтому без Бога и без Библии мы не разберемся. Потому что до сих пор вот это непонимание, оно существует. И опять же повторюсь, в одних странах до сих пор женщина она угнетенная, да, какие-нибудь мусульманские страны, еще какие-то страны, что женщина она просто никто, она как вещь там, ее могут продать, ее могут отдать, ее могут поменять там на верблюда, еще на что-то вот. Понимаете? То есть она вообще не имеет никакого, так сказать, положения и статуса. Или другая крайность, где женщины уже во главе планеты всей и говорят, нам уже никто не нужен, мы сами, короче, все можем делать. И в космос летать, и из пулемета стрелять, и так далее, и так далее. Вот поэтому Бог хочет нам помочь, и Бог хочет объяснить, чтобы и мужчины, и женщины, они исполняли волю Божью, его предназначение и его цель. Потому что враг, вы знаете, для чего враг приходит? Враг приходит, чтобы навредить, враг приходит, чтобы обмануть, враг приходит, чтобы извратить. Но Иисус пришел, чтобы принести нам что? Свет. Принести нам прозрение и понимание истины. Как же это все и было устроено. Я, конечно, не обещаю, что мы прям все сферы пройдемся, но какие-то сферы мы, если успеем, насколько мы затронем. Итак, Бог, Он считает нас равными. Равными мужчину и женщину. Понимаете? И тут тоже думают, а кто равнее все-таки? Пока остановимся на этом. Но я хочу сказать, они равные, но они разные. Слава Богу. Равные, но? Но разные. И когда мы думаем, они разные, значит, неравные. Нет, они равные, но разные. Мужчины и женщины. Посмотрите друг на друга, да? Бог говорит, и вы, вы мое творение. Он сказал, и Он сотворил, и создал и мужчину, и женщину. Вообще, Он говорит, создал человека. То есть мы прежде всего кто? Мы человеки. Мужчина-человек и женщина-человек. Правда? Вот. Поэтому, когда мы начинаем разбираться в этом, то мы можем убрать причины конфликтов. да, причины вот непонимания, вот этой дисгармонии, дисбаланса, вот почему вот такое происходит, непонимание, почему такие проблемы в браке, когда люди не знают, что им делать и как им делать. Вот. Поэтому, слава Богу, у нас есть инструкция, у нас есть Слово Божье, и поэтому хорошо читать инструкцию, хорошо готовиться, прежде чем что-то ты будешь делать. Правда? И вот я замечаю, что действительно почему-то люди к браку, они практически у нас никто не готовится. Вот. Они почему-то думают, что, например, вот на машине ездить надо учиться, к примеру. Правильно? И пока тебе права не дадут, то есть ты не имеешь права ездить на машине. Тишина такая. И это важно иметь права. Конечно, важно, чтобы ты должен выучить правила дорожного движения, ты должен знать, как там в принципе устроен автомобиль, чтобы что? Чтобы не создать аварийную ситуацию. Правда? Потому что из-за твоего неправильного вождения ты можешь быть виновником ДТП. Но интересно, что когда люди вступают в брак, они практически о нем ничего не знают. Практически ничего не знают. Они не знают, каким должен быть муж, какая должна быть жена. И потом, конечно, когда они вступают в брак, через короткое время они выясняют, что они все не такие, как они думали. Не такие хорошие, не такие умные, не такие терпеливые и так далее, и так далее. То есть там все накапливается, накапливается. Потому что если мужчина, например, он выбирает, у него тогда может быть и выбор, как он машину выбирает, так и жену. Так посмотрел, какая модель, значит, какие габариты. Походил по автосалонам, посмотрел, ну это пойдет, наверное, вот это, наверное, пойдет. И все, говорит, вот эту я беру. Но он даже не знает, что, и как вы поедете дальше. Потому что непонимание устройства, даже автомобиля, и даже если мы будем говорить, да, да, так а что, я такой же, и она такая же, и все точно так же у нас устроено, мы в принципе похожи. Да, мы равны, но мы разные. И ты знаешь, если когда ты жаждешь, ты пьешь воду, ты пьешь воду, когда ты жаждешь? Слушай, какое у нас единство в этом? Ну, а твоя машина, например, твоя машина, ты, ну, я свою нужду удовлетворяю водой, и моя машина, тоже в ней закончился бензин, заглядю-ка я ей воды, благо ее много, что будет с твоей машиной? Она заглохнет, она никуда не поедет, она сломается вообще. Она сломается, почему? Потому что она не может ездить на воде, это было бы прекрасно, да, на воде ездили в машине, но это так не работает. И поэтому очень часто мы удивляемся, когда какие-то проблемы, конфликты в семьях происходят. Почему? Потому что они происходят, потому что мы неправильно друг к другу относимся, неправильно удовлетворяем нужды друг друга, потому что, я думал, вот это тебе нравится, а нет, тебе это не нравится. Почему тебе не нравится, когда мне нравится? Ну, потому что мы разные, аминь? Мы разные. Я всегда вспоминаю один случай, когда мы поехали на рыбалку, нас взял один там человек, и говорит, я в такое рыбное место вас привезу, там хариус, там все, там здорово. Ну, мы как бы доверились, я не такой опытный рыбак, вот, он, наверное, тоже был не такой опытный. И мы приехали на рыбалку, знаете, мы там сидим, нас ничего не ловится, там один мужик недалеко от нас и тягает, и тягает, и тягает. Мы думали, что такое, в чем дело? Ты куда нас привез? Это что, не рыбное место? В конце концов, мы не выдержали, мы пошли к этому мужику. И мы говорим, слушай, мужик, ты как это делаешь? Почему у тебя постоянно ловится, а у нас там, он один там наловил столько, а нас было там четверо, по-моему, и никто не поймал. Он говорит, ребят, я вижу, вы что-то там делаете, а вы что делаете? Говорит, ну как, мы тоже рыбачим, типа, вот мы на рыбалку, а вы на что ловите? Говорит, ну классика на червя. Говорит, здесь эта классика не работает. Эта рыба любит мушку. Какую мушку? Ну там, знаете, на нитках какие-то, что ковины такие. Он даже поделился с нами этой мушкой, и вы что думаете? Сразу стало ловиться. Сразу стало ловиться. Вот понимаете, это вот когда мы не понимаем, когда мы не понимаем, как правильно, вроде бы все, река, рыба, удочки, все есть. Ничего не ловится. Ничего не ловится. Вот и когда у нас что-то не работает, что-то не получается, мы должны разобраться, а почему? Почему у кого-то ловится, у кого-то работает, у кого-то все хорошо, благословенно, а вот у меня никак. Вот вроде то же самое все делают, но не все получается то же самое. Аминь. Вот поэтому нужно готовиться к браку. И сейчас мы проводим, кстати, семейный курс, и это очень важно, потому что многие люди хотят, ничего не изучая, ничего не познавая, и чтобы у них все в семье поменялось. Такого не бывает. Даже рыбку нельзя поймать, если не знаешь, как ее поймать. Понимаете? Но хороший рыбак, я помню, нас брали на рыбалку, один пастор брал на рыбалку, и мы тут тоже там рыбачим, вроде ловится, но не так, как хотелось бы, он говорит. Он открывает машину, знаете, и у него там несколько ящиков, несколько ящиков разных, вот этих вот, приправ каких-то для рыбы. Я такого в жизни не видел. Вот вырос на реке, но не видел там и какой-то клубничной, и вот такая тебе, и вот стекает тебе, и вот я думаю, вот это да, вот это прогресс, вот рыба какая пошла, какой там червяк ты, что там червяк ты, отстал парень, еди на червяка лови 50 лет назад, сейчас рыба не ловится на это. И вот когда мы не знаем, как нам правильно поступать, у нас тогда ничего не получается, мы разочаровываемся. И, кстати, почему в последнее время уже давно не ездил, потому что ничего не ловится на рыбалке. Ну, что ездить туда, время тратить, ничего не поймаешь. Оказывается, все ловится, только надо знать как, надо знать, что делать. И поэтому Господь говорит, давайте, давайте, узнавайте, чтобы ваша жизнь, ваша семья, все у вас было замечательно, прекрасно, чтобы вы любили друг друга, чтобы благословенная семья была, чтобы действительно дом это был райский уголок, куда ты хочешь прийти, а не откуда ты хочешь убежать. И поэтому Господь, когда Он все сказал, Он сказал, все Он хорошо создал. Правда? Все замечательно, все идеально было создано. И вот нам нужно вернуться к этому идеальному и посмотреть, почему же тогда было так, а почему стало по-другому. Поэтому эти вот аварии-то и происходят, аварии домашние там происходят. Почему? Потому что не знаем правил, не знаем нуж друг друга, неправильно поступаем, даже вот я там хотел так, а вот там ей не надо, или ему это не надо, и вот что там я зря старался, или я зря старалась. Нет, не зря. Может быть, ты поймешь, что нужно было делать то, что нужно. Аминь. Вот, поэтому, поэтому очень-очень много проблем, да, очень много всяких сложностей в жизни людей происходит. Но Господь, Господь, слава Богу, что Он пришел, чтобы нас просветить и открыть нам истинное наше предназначение, истинное наше понимание стало с пониманием Бога вместе. Итак, что бы еще вам рассказать? Рассказать хочется много. Вот смотрите, в притчах написано, сейчас буду некоторые места описания читать, много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Очень понятно, да? То есть, ты можешь сказать, я хочу по-своему делать, я хочу вот так, я хочу вот так. Бог говорит, делай как хочешь, но у тебя не получится. Почему? Потому что много замыслов, но только то, что Господь определил, каким способом это должно быть, как это должно быть, вот то и получится. Слава Богу! А если ты будешь делать по-своему, как тебе нравится, как тебе хочется, Бог не гарантирует тебе, что у тебя все будет хорошо. Правда? Потому что мы чаще всего делаем все по-своему и говорим, Господи, благослови нас, благослови нашу семью, благослови моего мужа, там это, или еще там что-то. Но, Бог говорит, как я могу благословить, когда ты инструкцию нарушаешь, когда ты делаешь вообще не так, как нужно было делать, как я это благословлю. Это касается не только семей, это вообще всего устройства. Устройство мира, устройство страны, устройство церкви, устройство нашей жизни. Бог определил, и Он говорит, состоится что? Но состоится только определенное Господом. Поэтому, хотим мы ли знать, как определил Господь, как Он решил, и тогда это состоится. Есть гарантия, слава Богу. Есть гарантия, так сказать, от производителя. Он это сделал, Он создал, говорит, вот если вы так, и так, и так будете по инструкции поступать, я гарантирую, у вас все получится. Скажи аминь на это. Аллилуйя. Аллилуйя. То есть, Бог сказал, что Он все создал, и все имеет свою цель. Правда? И у каждого, у каждого есть своя цель. Поэтому мы не летаем, к сожалению, как птицы, хотя, может быть, хотели бы летать. Мы не можем жить в воде, как рыба, как рыба в воде, да? Это не наша среда обитания. И так далее, и так далее. Поэтому Бог, Он все устроил чудесно, прекрасно, и Он сказал, хорошо. А когда создал человека, я сказал, это весьма хорошо. Ну, почему же так не хорошо? И не весьма хорошо, не на пятерочку. Да? Почему не получается? Потому что Бог говорит, узнайте, как я создал, для чего я создал, и с какой целью все это было создано. Аминь. Потому что, когда человек согрешил, по сути дела, он просто разорвал инструкцию, которую Бог дал. Ведь Бог дал инструкцию человеку. Вот это есть, вот это не есть, вот так делать, вот так не делать. Но человек что сказал? Я сделаю, как мне хочется. Я сделаю, как мне нравится. что он впоследствии получил? Получил. Но не то, что ему было обещано, да? И не то, как могло бы быть. Вот. Поэтому нам, нам важно отбросить свои какие-то там предрассудки, понимания, убеждения. Потому что, знаете, тоже люди, они слушают разных там психологов, там, разные какие-то там статьи, читают на какие-то там, консультации ходят. Я не против этого. Но, вы знаете, если психологи, они неверующие, и эти консультации, они вряд ли совпадают со Словом Божьим. И эти психологи, может быть, сами их надо лечить, друзья. Потому что, я знаю, некоторые психологи, там, сами по четыре раза развелись, и учат, как сохранить брак. Ну, извините, но как они тебя научат, если у них самих все развалилось, да? Или как воспитать детей, которых они не могут воспитать. Я часто говорю, семинары, как стать миллионером, проводят люди, у которых нет денег. Но зато они проводят семинары, как стать миллионером. Вот. Поэтому надо идти к кому? К самому главному. К Богу и к самому главному Его Слову. И только придя к Нему и разбираясь, да, в этой божественной инструкции Слове Божьем, мы тогда скажем, о, Господь, я понимаю, я понимаю, что вот это я делал не так. А теперь я буду делать совершенно по-другому. И тогда это заработает. Бог обещал, что когда ты исполняешь Его Слово, что Он помогает тебе, Он благословляет тебя и будет все, как сказал Господь. Итак, написано в Слове Божьем, что когда люди отвергли Бога, у них стал какой ум? У них стал превратный ум. И поэтому, когда наш разум не меняется, все становится хуже и хуже и хуже. Вот. Поэтому Господь, Он говорит, что нам надо изменить свое, что, мышление, свое понимание. Вот. Конечно, мы, как верующие, чаще всего виним дьявола. Мы виним дьявола. Дьявол же виноват во всем. Что-то как-то тихо стало. Конечно, дьявол виноват. А мы виноваты? Не, мы не виноваты. Потому что виноват дьявол. Но, знаете, пока мы не дадим дьяволу разрешение, он ничего сделать не может. Вот пока мы ему не разрешим, пока мы не согласимся с какими-то вещами, он за нас это не сделает. И поэтому написано, если ты любишь себя, ты любишь свою жену. Но Он сказал, нехорошо ему быть одному. Почему? Потому что в Божьем плане Бог хотел, да, чтобы была еще женщина. Что Бог ожидает от нас? Веры и согласия. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok